В Общественной Палате Республики прошел круглый стол по вопросам реализации национального проекта здравоохранения. Ура, ребята! Волонтеры-медики Батревского района завершили акцию «10 тысяч шагов с волонтером». На протяжении дороги от села Тарханы до поселка Хурама-Творы они установили указатели с количеством пройденных шагов. Если раньше наша работа строилась только в Чепоксарах, сейчас мы выходим в районы, мы создаем местное отделение волонтеров-медиков в районах, как, например, Тарханское местное отделение в Батревском районе, и создаем отряды здоровья на базе школ и больниц именно районных. Так волонтеры привлекают жителей республики к здоровому образу жизни. Медики их поддерживают. Какие еще задачи стоят перед отраслью здравоохранения, обсудили за круглым столом в Общественной Палате. Задача перед здравоохранением – выстроить логичную структуру, логичную схему оказания медицинской помощи. И во главу угла, в отличие от тех национальных проектов, которые были ранее, становится не просто закупка медицинского оборудования, не просто вкладывание денег в отрасль здравоохранения, а выстраивание логичной структуры оказания медицинской помощи, во-первых, во благо наших пациентов. В каждом направлении – кардиология, онкология и других – выстроен свой механизм работы с пациентами. И здесь важна профилактика и информационное просвещение. Еще одна тема для обсуждения – внедрение современных технологий обслуживания пациентов. Медицинские учреждения переходят в онлайн и цифру. Электронные больничные оформляются быстрее и проще. К тому же вся информация хранится в единой медицинской республиканской базе. История болезни – персональные данные, которые имеют доступ лишь врачи. И они не придаются гласности. Забота о здоровье – это личное дело каждого, и человек волен выбирать, где и как лечиться. – Получилось так, что на сегодняшний день наш глава республики Михаил Васильевич Игнатьев находится на планном лечении в одной из клиник в городе Санкт-Петербург. У меня вот непонятно, по-человечески, почему отдельные товарищи наши, значит, как я и знаю, как их правильно назвать, оппозиция, или просто люди делают пиар на этом неделе, они почему-то из этого вопроса, что человек решил проверить собственное здоровье, ему оказывается медицинская помощь, они из этого делают события. Нехорошо влезать в личные дела, тем более в личное здоровье, это абсолютно никому не нравится. Один из главных показателей работы сферы здравоохранения – рост продолжительности жизни. До 2024 года этот показатель должен достичь 78 лет.